Хотелось бы спросить у Павла, какой тебе музыкальный инструмент, точнее, какой музыкальный инструмент ты считаешь таким, знаешь, наиболее чувствительным? Чувствительным? Чувственным! Ну, может быть, чувственным. Не может быть инструмент чувствительным. Когда он слушается, значит, чувствительным. Ну, конечно, это саксофон, тут вариантов-то недалеко, это инструменты для души, да и что там. Я, будучи настоящим меломаном, обожаю звуки этого инструмента. Да, его страстный экспрессивный тембр, имеющий передавать нежность и страсть, может уносить человека в самые потаенные воспоминания. Не зря поэты в своих лирических стихах, поющих и плачущий голос саксофона, очень часто связывают с романтическими переживаниями героев. Не только слезы и печаль характерны для этого инструмента, но и вся палитра чувств может быть вызвана просто одними звуками саксофона. Да, действительно, он весьма многолик и может быть серьезным, нежным и лиричным, а также еще дерзким и свободным, конечно. Что вы говорите, прямо сейчас и послушать ты захотелось? А вот сейчас мы это и сделаем. У нас в гостях Юлия Клюева, саксофонист, давайте встретим ее. Ну, лично мы можем даже аплодисментами. Да, 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 доброе утро, Юлия. Ну что, потрясающая композиция для вас, уважаемые телезрители, для нас с утра, так, чтобы все взбодрились, так, чтобы все поняли настрой дня сегодняшнего. Хорошего дня, Юлия. Сцена в вашем распоряжении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо огромное, браво, 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 друзья, спасибо огромное, Юлия, за ранний визит, за этот настрой. Я уверен, я уверен, сейчас наши телезрители по кухоньке-то с кофе, раз, ча-ча-два, мы же тоже сейчас подтанцовывали прекрасно, ура! Слушай, это очень отлично, когда можно начинать свой день с саксофона. Я тоже прям захотела проснуться. А ты знаешь, кстати, что саксофон изобретать, что саксофон изобретать, что саксофон, саксофон изобретение, да, и, конечно, и, конечно, и, конечно же, я предлагаю сказать браво и ему, и сказать огромное спасибо Юле, которая сегодня прямо пришла к нам в гости. Спасибо. Продолжая тему изобретений, ты знаешь?